Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить такую игрушку, как Universal Twar. В прошлой серии мы закончили кампанию за технократов, за Новос. Закончилась она довольно так неоднозначно. Основатель погибает, портала на родную планету у Новосов больше нету, и других вариантов, других путей возвращения на родную планету у них тоже нету. Фактически они оказались запертыми на земле. Ну, это на самом деле такая большая победа для иерархов, которые сейчас тоже на земле, которые сейчас захватывают землю, и у них есть отличная возможность окончательно покончить с этой занозой в заднице, имя которой Новос. И вот начинается кампания за иерархов. И вот появились захватчики. Атаку на землю он закрепляет Камаль Рекс. Это позволит ему занять более высокое место в разных структурах иерархии. Но один из его полководств, Орлок Неуязвимый, устал от битв и задумался о том, какой ценой достаются победы. Оба доверяют Нуфае, хитрецу и любимцу теней. Оба ищут его совета. Вот это, я так понимаю, и есть, кстати. Тот самый Нуфае, хитрец и любимица теней. Да ладно, давайте начнем. Новос has been stranded in this graveyard by their own single-mindedness. They will soon perish in their purification. Атаку на землю, атаку на землю. 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 Судя по всему, он закрыт вот в этой броне, у него там металлические ноги, вместо рук орудия, а что находится внутри этого панциря, собственно, непонятно, может быть он как Мирабель, тоже там сидит какое-нибудь такое, какое-нибудь существо, но неважно. А что такое вообще иерархия? Фактически, само название иерархия говорит само за себя, потому что в иерархии несколько раз и все стремятся подняться по иерархической ступени выше, то есть заслужить более высокое звание, получить больше власти и так далее. Путешествуют по вселенной, если по всему они на своих кораблях и уничтожают, собственно, все подряд. Или захватывают, или порабощают, ну, такова, по крайней мере, их стратегия. Так, давайте пока отойдем. Все по всему действия в этот раз происходят где-то в Египте, ох, сколько же здесь роботов. Режим штурма. Что за режим штурма? Давайте посмотрим. Вон, атакую-то, такой штукой. Режим атаки, не надо, хватит. А второе, орлов неуязвимый, режим защиты. Так, ну, я слышал то, что умеют ресурсы поглощать. И со счет этого увеличивать заряды. Да ладно, неважно. Чем нам сейчас атакуют? Непонятно, чем он атакует. Ладно, нам надо уничтожить базу ноусов, которая находится вот здесь. Вот, небольшая здесь цех, здесь сборочный цех, и здесь энергоблок. В принципе, все. Ага, энергоблок уничтожить. Хорошо. Вперед. Прожигатель. Мой любимый юнит у ноусов. До свидания. Он каким-то лазером, кстати, атакует. Так, нам дают подсказку. Благодаря способности штурм, орлок может атаковать постройки на расстоянии. На расстоянии. Ну да, вот он штурм. Его активируем. Интересно, он, кстати, своих юнитов бьет. Нет, своих юнитов он издевает. Посылает какие-то фаерболы такие. И наносит довольно много урона. А теперь, на самом деле, у нас тут не такие уж и маленькие. Потому что ноусы постоянно к нам посылают свою технику, своих роботов. Просто огромное, бесконечное количество. Получаем определенную долю урона и, собственно, теряем некоторых юнитов. Будем надеяться, что нам рано или поздно подкинуть подкрепление. Подкрепление? Отлично. Пирамиды. Но мы свой пасим в Египте где-то. Так, а, во, нам подкрепление прислали. Отлично. Что у нас тут? Очередная база ноусов. Тут база, я смотрю, посерьезнее. Здесь научный центр стоит. Здесь сборочный цех. Хотя, вот там еще что-то есть. Так, давайте в режим осады и сломаем вот этот энергоблок. Ой, там отсек прям такой открывается. Блин. Очень важно, конечно, не потерять героя. Отходим, отходим, отходим. Блин, ну не умирай, ну пожалуйста. Нет. Да, я знаю, что рублок должен выжить. В каждом задании герой должен выживать, но... Эх, ладно. Мы не сохранялись, насколько я помню, в этом здании. Потом придется начинать с самого начала. Ролик. Ролик мы видели. Давайте пропустим. Ролик. в саду новости с у в в в в в в а в в в а а а вот такой вот режим защиты может быть более эффективен в нем ну точнее может он сможет защитить часть наших войск хотя бы а не в таком режиме не особо эффективен пускай наверно ходят в обычном боевом больше урона натянулся но их тут очень очень много этих роботов с ним надо реально что-то делать уничтожить уничтожить всех всех и быстро а два у них вот эти вот орудия которые бьют таким ударом как дробовик да выглядит я думал то что они ауешт но нет ни черта подобного они бьют по одной цели вот здесь у них первая база орло кстати уже такой побитый сколько у него процентов 67 так давайте сразу же сломаем анаргоблок который стоит вот здесь в центре вот и исследование нам что-то пока не дают на самом почитать даже про исследование нас атакуют со всех сторон окей ладно а атаку так в атаку так ну знаете что мне не помешают подкрепление огневое прикрытие да мы сейчас опять умрем на самом деле если все так продолжить идти не хочет много войск и нас постоянно атакуют при этом ну вы или сколько урона мы получаем и сколько новусов сколько новосток посылает нам техники и всего прочего конечно регенерируется и очень так быстро но но все равно надо где-то будет переждать некоторое время давайте рассмотрим пока как он вообще выглядит ну да мне кажется то что какой-то экзо скафандр а внутри сидит какое-то существо он не робот то сто процентов органик скажем так машина автомобиль ресурсы до свидания блин ну они меня тут убьют на самом деле так подкрепление то будет я понять не могу или нет без подкрепления то долго не простою не продержусь или я должен типа в одиночку теперь уничтожить технику базы я конечно попробую но это маловероятно вон сколько они уже роботов наплодили да у нас есть проблема нет здесь так можем заново начать нет видимо надо погибнуть все таки мы сейчас и так умрем принципе да орлок погибает и все сложно действительно по заданию на самом деле я такого не ожидал и в принципе у нас даже нет особо таких способностей которые помогли бы нам выживать этому заданию надо просто очень быстро уничтожать все войска иерархии которые только к нам подходят а сколько нам дают 15 15 воинов и орлок а а а а а а а а а тихо накроем наверное залпом вот таким отлично да 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 я понял надо уничтожать абсолютно все их не войска иначе все будут очень плохо для нас так давайте добить последнего и вперед так ну орлок ну что с тобой ты же ты же не робот ты же не искусственный интеллект ты чего застреваешь пошли вперед нас ждут большие дела нам надо уничтожить несколько бас ноусов нам надо уничтожить огромное количество этих роботов да 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 сейчас только сначала сломаем вот этих вот роботов надоедливых такое ощущение как будто они стали более о не 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 прожигатель прожигатель такое ощущение как будто они стали более живучи по сравнению с теми роботами которые которых давали нам когда мы проходили кампанию за ноусов за технократов ну 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 поглотителя поглотителя уничтожить прожигателя точнее поглотителя поглотитель это юнит у иерарх по сбору ресурсов нам его к сожалению пока не дают давайте уничтожим быстренько вот эту базу а после этого нам по идее должны дать подкрепление предоставить подкрепление так потеряли еще одного юнита но эти прожигатели они такие все таки любовые такие надоедливые когда знаете когда сам управляешь им но они такими тебе не кажутся вот когда они против тебя это все это страшная вещь так ну где подкрепление пора бы мне подослать уже подкрепление по моему нет ну что что вот что вот Там такой прям типичный инопланетянин подкрепления. Наконец-таки, я уже думал, не дождусь этого подкрепления. Продолжение следует... Продолжение следует... Я опасаюсь, на самом деле, что я опять сейчас умру. Точнее, погибнет Орлок и на этом здании будет провально. И тут сказали довольно интересную и печальную, на самом деле, фразу про судьбу иерархии. То, что, типа, убей или умри. Такой у вас выбор. О, мне дали технотрона? О, шагово хода? Круто. Наконец-таки. А я-то думал, что мне придется заканчивать все здание с помощью одних... Одних кого? Одних воинов. Подкрепление мне еще прислали. Круто. Так, шагатрон, насколько я помню, должен ходить сквозь здание, но этот что-то тупит. Ну, ну, ладно. В шагатроне мы можем делать, кстати, юнитов. Например, тех же воинов. Сразу по три штуки будут выпускать. Круто. Также шагатрон можно усовершенствовать. У него очень много модулей. Например, вот на одну зионок можно поставить либо бронепластину, либо оптимизатор расходов, либо ускоритель телепорта, либо плазмомет. Давайте плазмомет поставим. Увеличим его боевую мощь, боевую эффективность. Войн. Основная разновидность пехоты в армии и иерархии. Войны особенно эффективны против пехоты и легкой техники противника. На малых дистанциях они способны вести огонь по воздушным целям, но могут захватывать нейтральные постройки. А, в улучшенном варианте используют плазменные гранаты, эффективные против техники и построек. Окей. Так, ну тут пока все более-менее тихо. Это меня радует. Давайте распределим все под цифрком. Это будешь контр-два. Что они умеют? Они пока умеют только захватывать постройки. Так, ты застрял, что ли? Эй-эй, приятель, это плохо. Не надо застревать, пожалуйста. А ресурсы может... Он может ресурсы собрать. Видимо, он застрял краски из-за вот этих вот ресурсов. Так, вот, теперь он может двигаться. Что он может делать? Орлок неуязвимый. Он может перейти в режим штурма, но это мы уже видели. А на спинное артиллерийское орудие, на спинное, ну на спине, типа, орудие Орлока переводится в боевое положение и начинает обстрел указанной цели. При этом Орлок не может применять другие оружия для перехода в этот режим. Необходимо, чтобы у Орлока был хотя бы один артиллерийский снаряд. Снаряд он получает из ресурсов, ресурс он получает из всего. Сколько у нас там зарядов? Сейчас 4 заряда. Также у него есть режим защиты. Орлок заменяет наплеченную плазменную пушку. Наплеченную. Ну-ка, покажись ко мне. А, вот эту вот пушку, видимо. Что? Тяжелым и прочным щитом. Позволяет выдержать значительный урон, при этом Орлок не может применять дробильное орудие. А, ну вот так вот. Ну, не знаю. Для чего можно применять такой режим, но, видимо, есть какое-то применение для него. Дважды щелкнув на любом из углов тех узлов шага хода, вы вызовете его меню. Да, мы это уже увидели. Так, хорошо. Улучшение. Исследование, точнее. Военные технологии, биогенетические технологии и квантовые технологии. Призраки. У меня нету призраков. Радиоактивное облучение. Это уже интереснее. А вот, военные технологии, по-моему, самое то для шага ходов. Техноузел. Увеличивает дальность стрельбы. Увеличивает дальность стрельбы всего вооружения шага хода. А также радиус действия особых возможностей. Разрядник. Электродуговой разрядник эффективен против воздушных целей. Плазменное вооружение. Начинается изготавливать. Что начинается изготовление зарядов плазмы для потерянных и плазменных гранатов для воинов. Использование против коров строго распрещено. Что? Давайте вот это вот изучим. Что-то интересное. Использование против коров запрещено. Интересно. Надо будет использовать как-нибудь против какой-нибудь коровы. Так, давайте на передние. Ноги поставим плазменные пушки. Сюда мы поставим... Нет, не ускоритель оружия. Брон... Хотя, нет, нет, нет. Не нужна мне, наверное, бронепластина. Давайте... Хотя, нет, знаете, бронепластина, в принципе, и понадобится. Чтобы защитить его. Пускай-то, что вот эти вот два блока будут защитены бронепластиной. А сюда мы поставим... Оптимизатор расходов. Ну, давайте оптимизатор расходов. В принципе, интересная штука. Ускоритель телепорта. Ускоряет подготовка войск наших автоплайнеров. Это такое себе, на самом деле. Но против авиации вот нужен модуль. Это что? Дальность стрельбы. Ускоритель оружия. Ускоритель оружия будет более полезен. И отсек потерянных. Мутационный отсек, в котором создаются потерянные. Отлично. Так, ты у меня будешь под цифркой 3. Понятно, все у нас максимум улучшений. Так, а как делать потерянных? Непонятно. Ладно, сделаем тогда пока еще чуть-чуть воинов. Кстати говоря, он может сразу телепортировать по 3 воина за день заход. Так, что ты делаешь? Шакоход. Пора выдвигаться. Пошли. Так, ладно. Видимо, ему что-то мешает. Может быть, наши воины. Так, давайте сохранимся. Задание преподнесло, на самом деле, несколько сюрпризов. Не такое уж, но простое, каким кажется на первый взгляд. Особенно на нашем уровне сложности. Мы играем, напомню, на максимальном уровне сложности. Мне кажется, проходить игры на таком уровне сложности наиболее интересно. Особенно стратегии. А вот у него гранаты появились. Которую он закидывает. А коровы будут на этом уровне? Мне очень хочется применить эту гранату на корове. Реально интересно, что с ней произойдет. Биатрон, говорит, должен уцелеть. Интересно, зачем он нам нужен? Целым? Да ладно, я сомневаюсь, что они его сломают. О нет, только не вы, ребят. Мечники. У нас тоже мне точно не хватало. Так, давайте пойдем в обход. Аккуратненько, вместе со всей армией, которая у нас есть. Сделаем, наверное, еще парочку. Лойна, в принципе, больше нам не на что ресурсы тратить. А лойна пригодятся. Я отправлюсь вперед. Этот шагоход, конечно, ведет себя маленько странно. Что ты встал? Иди вперед. Атаку. Там у нас сзади танк один такой, но он почти не вносит урона, поэтому не страшно. Так, сейчас еще телепортируют до одного воина. Аго, наноцентр? Что это такое? Первый раз такую хрень вижу. Когда мы проходили кампанию за технократов, за ноусов, нам такое устроение, кстати, не давали. Не давали ни создавать, ни... Да и вообще, я его в первый раз на самом деле вижу. Что интересно он делает? Написания, естественно, не будет, да? Давайте его сломаем тогда. Так, как там наш Технотрон? Биатрон его называют. Биатрон. Нормально, все чувствуют. Все модули почти целые. А нет, они ломают некоторые модули, но это не страшно. Победа? Да ладно, я же даже не доломал базу. Я же даже не сломал вот эту вот... Вот эту вот постройку. Ну ладно. Египет наш, я так понимаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кажется, они совершили какую-то крупную ошибку, атаково, только не до... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...